Всем привет! И я решила снять видео со своим лицом, поэтому если вам было интересно, как я выгляжу, то вот теперь вы знаете. Тема его такая, что я вам покажу подарки, которые подготовила своим родственникам. Если вы спросите, что это светится у меня в волосах, то это гирлянда, тематика новогодняя и в общем такая мелочь, а столько радости ребенку. Ой, запутала. Она пусть пока там полежит, пока я буду вам показывать. Начну я с подарков маме, потому что из близких родственников она одна женщина и я тоже, поэтому я больше всего знаю, что ей подарить, что ей надо, какие-то средства по уходу за своего. Как-то ко мне приезжала бывшая одноклассница из другого города и родители из другой страны. И вышло так, что они приехали в одно и то же время и мы пошли по магазинам вместе. И подруга покупала себе такой шарф только в клеточку, он на то время стоил очень дорого. И мама сказала, ой, я бы тоже такой хотела. И я нашла ей недавно в H&M. Вот такой он, очень приятный на ощупь и похож на тот. Теперь она тоже будет ходить модной, потому что сейчас почему-то именно все такие носят, а у меня до сих пор нету. Это фэшн. Конечно, никому я не говорила, что я собираюсь им дарить и надеюсь, что они не увидят этого видео. Хотя родители и не могут посмотреть, но может брат. Но мой канал от него защищен. Также в одном из своих любимых магазинов я купила такие конфетки маме. Они выглядят как новогодние шарики, очень красивые. Это марка M. Spencer. Если вы не знаете, то это магазин, который в основном продает сумки, кошельки, одежды в таком немного офисном стиле. Я для себя открыла, что там еще продается еда. Причем замороженные стейки, овощи, конфеты. И вот такая вот прелесть. Со швейцарского шоколада. Я надеюсь, что они такие же вкусные, как и красивые. Значит, было бы очень обидно. Я считаю, что на Новый год точно должны быть какие-то конфетки, подарки. Потому что Новый год это пара сладостей. Можно сказать, что я еще взяла парочку своих фаворитов и положила в новогоднюю коробку мамину. Ну, так как это будет не коробка, я вам покажу, как я все это запакую в конце. Это просто моя самая любимая маска для волос. И я лечу самолетом домой, поэтому не могу привезти ей большую. И как я была рада, когда зашла в магазин и просто увидела, что они наконец-то стали продавать эти миниатюрки. Это просто знак свыше. И там, не знаю, мне очень повезло. Она может потом, когда приедет, себе купить большую, если ей понравится. Хотя кому эта маска не понравилась. И также я взяла ей кармекс, самый обычный. Потому что у нас его не продают. Это просто чудо, которое спасает в самых экстренных ситуациях. Моих подарков, в принципе, не так уже много. И стоят они не очень дорого, поэтому можете взять идею и себе что-то на заметку. Это маска на глаза для сна. Я купила ее в АЭМе. Маме она тут такая вышитая, красивая. В общем, это более такой незапланированный подарок. Потому что, когда я показала маме свою маску, что я ее купила. Новую такую пушистую, розовую. Вот. Она сказала, класс, я тоже хочу, только не такую детскую. Свою я покупала вошью. Или как этот магазин правильно называется. В общем, в самом популярном, где всякие такие пижамки, крутые тапочки. Но там не было именно таких более женских, взрослых. И я нашла в другом. Я его такую, думаю, ей понравится. Кстати, она тоже не ожидает. Хотя я говорила, оу, привези мне что-то такое. Плюс к этому, думаю, я еще положить вот такие вот шоколадки. Риттер Спорт с марципаном и с кокосом. С кокосом я сама не пробовала. А такую почему-то мы вместе с ней постоянно ели. И, ну, вот. А здесь они стоят намного дешевле. А также, что для меня было просто шоком. Посмотрите, какая она огромная. Я нашла ее в магазине, в котором не ожидала ее увидеть. Плюс ее нету ни там, больше нигде. И у меня такое чувство иногда возникает, что... Что это со мной было? Галлюцинация какая-то. Блин, я видела гигантский риттер Спорт. Она такая большая и классная. А потом я просыпаюсь, смотрю, она действительно у меня есть. Я действительно ее купила. Это было как сон. Я ее больше не могу нигде найти. Это невероятно круто. И я искала по другим большим магазинам, таким как Ашан, Керфор. Их нигде нету. Долички там внутри точно такие же, как и в маленькой. Потому что я прощупала ее полностью. Я вам забыла сказать то, что хотела в самом начале. Подарок, который я сделала себе. Эти заколочки и помпончики. Именно поэтому я в них сейчас тут сижу. Я не под эльфа новогоднего кашу. Просто купила, надо носить. А на улицу я не могу такое надеть. В университете должен быть более классический вид. И я не могу вот это как фифочка ходить. Думаю, на подарках маме. И мы уже закончили. Перейдем к папиным. Хотя я их полностью еще все не докупила. Потому что последний элемент я куплю в Дьютифри. И как я говорила, я лечу самолетом. К сожалению, без багажа. Поэтому 100 мл максимум. Так, то, что я ему уже купила, это шоколадки. Потому что он любит очень черный шоколад. Я купила 85% с морской солью и слаймом. Это обычный, скажем так, один из самых популярных. Швейцарский шоколад. Он ему нравится. Поэтому вот три шоколадки на Новый год. А в прошлом году я сделала так. Может кому-то понравится эта идея. Кто-то возьмет себе на заметку и сделает так же. Ее мне подал мой друг, который рассказал, что друзья подарили ему куча носков. И в каждом из них лежал какой-то маленький подарочек. Что мне очень понравилось. Я думаю, так, мой папа мужчина. Мужчинам надо носки. И он любит шоколад. То есть возьму я шоколад, возьму носки. И в общем я в каждый носок запихала по шоколадке. И плюс я еще купила такие шоколадки с мятой. Он также любит мяту. Тоже в Маркен Спенсер. Они красиво выглядят, как и вот все, которые я маме покупала. С братом все намного проще. Он любит коллекционировать разные вкусы киндеров. Именно вкусы, не упаковки. Он просто ест и помнит, как оно было на вкус. И я ему хочу привезти вот такие вот разные фигурочки. И внутри они скорее будут всего как киндер Макси. Обычный киндер шоколад. Ну, я не знаю, я не пробовала. И у нас таких дома не продают, скорее всего. Также такие конфеточки, которые со странными вкусами просто тоже купила в магазине. Последнюю пачку урвала. С разными вкусами, отвратительными, типа сосиски. Хотя конфеты со вкусами сосисок я бы и сама ела каждый день, потому что бы тогда не пришлось их варить. Их очень много. Я в магазине забрала все. И один, к сожалению, съела по дороге, потому что была голодная. И когда он тоже приезжает ко мне, он такой, сколько у вас есть этих батончиков? Заверните все. Я тоже купила все. Их, к сожалению, было семь. Но уже их осталось у меня шесть. Я говорила, что один съела. В общем, это протеиновые батончики BCAA. Потемнело так уже быстро. А всего лишь шли четыре часа. Бабушкой дела обстоят немножко посложнее, потому что она постоянно просит привезти с чего-нибудь сладенького и сантиметр. Зачем мне ей ввести сантиметр со столь далекого места, если она может его просто купить там? И стоит он, в принципе, недорого. Ну и что-то сладкое, поэтому я купила ей шоколадки. Причем вот это и вот это они уже поменялись. То есть то, которое видео я вам вставлю, и те, которые вы видите сейчас, они другие. Я купила, потому что прошлое я просто съела. А такую мы вместе с ней и с мамой ели в Израиле, поэтому я решила ей взять. Это смактушки немецкие, вот такие вот. У нас их тоже продают, но они здесь стоят дешевле, и сама она себе точно не купит. А я вот такие вот привезла. Просто баночка красивая, на новогодний подарок смахивает. Давайте посмотрим, как я это все запакую. Я не буду использовать никаких коробок, потому что мне неудобно будет их ввести в ручной клади. Я сначала хотела запаковать подарки вот в таком стиле, как на картинке вы видите. Но я нигде не нашла такой бумаги, и я так подумала, может, это лучше. Потому что бабушка бы проностальгировала и сказала, о, а я такой бумагой в детстве попа подтирала. И, в общем, поэтому я решила вот такую вот немножко новогоднюю, она мне нравится. И такую нитку на 3 метра, чтобы замотать это все. И ягодки по типу калины, наверное, для украшения, потому что они красные и зеленые. Это цвета нового года, а здесь у меня все такое более попроще. И также я прицеплю такой значок с любовью от кого и кому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот она у меня получилась. С этой стороны, и, боже, это пол моей ручной гонки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, что это не примут за острый колющийся предмет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем спасибо за просмотр! Если вам понравилось, то не забывайте поставить мне палец вверх и подписаться на мой канал. Пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА